А скажите, вот стопоклонную, например, в воскресенье с земными поклонами можно делать? Можно, не земные. Земные в воскресенье нельзя нигде делать, да? Ни дома, ни в храме, нигде. Спрашиваешь, поклонных земных или поясных? Земные. Земные? Ну, там определённо, достойно. И когда говорим «Воскресе измертый Господи Иисусе», тут в любой день два поклона делаются. Один с крестным знамением, другой без крестного знамения. Ну и в храме, если литургия, два поклона, кто причащается, даже и три, когда священник благословляет чашей с дарами. Вот по церковному, что касается молитв, начинается, по-нашему, с шести часов, как у евреев это было. Так что в пятницу, после шести, уже субботний день наступает. Поэтому земные поклоны и моления на коленях отменяются. А в воскресенье, уже после шести, наступает понедельник, считается, но по церковному. Уже можно земные поклоны. Вот сейчас поклоны земные прекратились, и они будут практически отменены до Святой Троицы. То есть вот эти несколько поклонов. Есть вот «Святись и святись» в Новом Иерусалиме, будем считать, место достойно есть. Здесь земной поклон. Это все в новой скрижале описано. Ну, дома Келейна тоже земные поклоны нельзя делать, да? Разности никакой нет. Ты остаешься в церкви или дома. Ты перед Богом. Почему? Потому что воскрес Христос стоял прямо, поэтому мы не склоняемся, подражаем Христу. Такое объяснение дается. А я хочу. Ну, вот это хочу распространить с понедельника. Как Феофан Затворник говорит о посте. Четыре причины люди находят, чтобы не поститься. Когда нужно, я сам попощусь. Когда будет какая-то нужда. Он все эти опровергает. Еще одна причина не постяться. Ну, я не могу, не хочу. Он говорит. Ну, а тут, говорит, вообще говорить нечего. Когда умрешь, тебя потащат в преисподнюю. Хочешь, не хочешь, а пойдешь. Поэтому не надо лишние нам слова. Сказал Господь через святых. Мы приняли. А не приняли, должно быть какое-то объяснение. Вот некоторые из баптистов приходят. Я не могу никак вот принять, что Богородица спаси. Ну, спасает-то Христос. Я говорю, вы совершенно правы. Но церковь усмотрела твоими святыми молитвами. Она добавляет. Я уже объяснял этот вопрос. Спасителей много. Об этом говорит Библия. Когда народ изнемогал, ты посылал им спасителей. А раз спасители, значит, и предлог спаси, может быть, раз он спаситель. Но спасает от грехов Христос. А это молитвенное ходатайство. Так что, можешь ты им не молиться, но лучше покорись. Но я никак не соглашусь, что вот иконы, идолы, не иконы, не идолы первые. Но не написано поклоняйся, не написано. Но мы чтим этот образ, и к первому образу относится еще и так объяснено. Ну, то не хули только иконы. Не считай их идолами. Этого для себя будет пока достаточно. А там видно будет. Вот так. Спаси Христос. Слава Христу. Ну, что ничего нет, я отхожу. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok